Друзья, всем привет! Сегодня у нас выездные работы. Покажу вам свой простой и быстрый вариант утепления гаражных ворот. Ну и также есть задача поставить гаражный замок. Всем приятного просмотра! Ворота сделаны из стали 3 мм и окантовка из уголка 50 на 50 мм. Прям идеальный размер для утеплителя. Также впервые вижу такой интересный замок. На этикетке было написано RIF-1, кажется. Пишите в комментах, кто что слышал о таком. Мне самому интересно. Погода за бортом у нас плюс один, поэтому переходим к подготовке. Кстати, утеплять будем пеноплексом. Толщина листа 50 мм. Это идеальный вариант для утепления. У него низкая теплопроводность и нулевое поглощение. Он не впитывает влагу, он долговечен и сохраняет свои свойства на протяжении всего срока эксплуатации. Также завез пару листов плит ОСБ 9 мм. Это будет финишная обшивка. Пока на улице солнышко, распахнул ворота, чтобы согнать всю наледь. При помощи щетки ускоряем процесс. Где есть обледенение, использовал слегка газовую горелку. Старый замок решил сразу срезать, чтобы он не мозолил глаза. Ширина ворот 124 см. Это прям удачный вариант, так как не надо распускать листы утеплителя. Сюда смело входят пару листов и есть полсантима для запенивания. Прежде чем запенивать утеплитель, сначала нужно сделать все закладные. Я буду использовать брусок, точнее остатки бруска от моего цоколя, который обработан в два слоя антисептика. Поставил сверло в 3,5 мм и засверливаю отверстия. Кто-то, конечно, наваривает закладные из металла, но мой способ быстрее. Да и обработанные бруски будут служить очень долгие годы. Брусок попилил на куски по 20-30 см. Этого достаточно. И сам брусок буду закреплять на саморезы с предшайбой по металлу, чтобы они сами засверливались в брусок и не сделали трещину. Пару струбцин всегда выручают. Плотно прижимают брусок для закручивания. На улице хоть и плюсовая температура, но я использую зимнюю пену с минимальным расширением. А так как ворота влажные, то для пены будет отличная адгезия и все приклеится намертво. Работать с пеноплексом удобно и быстро, без всякой пыли и грязи. Да и если вдруг при работе в гараже, когда вы будете отапливать его, на воротах будет конденсат от перепада температур, то такому утеплителю ничего не страшно. Материал биостойкий, поэтому грибка, бактерии, плесени вы тут не увидите. Закрепив утеплитель на одну воротину, запиливаю в размер лист ОСБ. Далее немного промазываю листы пеной и прикладываю. А затем в закладные бруски прикручиваю на саморезы. Сначала фиксировал черными, а потом заменил на оцинкованные. А вот вам, друзья, отличный лайфхак. Если будете работать с таким материалом, то размечать с помощью рулетки это очень быстро и просто. Выставляем нужную длину, зажимаем кнопкой и просто проводим по листу. А далее обычным канцелярским ножом делаем разрез. Все, как говорится, гениально и просто. Закрепил все листы пеноплекса на вторую часть. И так же прикрутил лист ОСБ. Прежде чем утеплять дверь, сначала занялся установкой замка. Выставил по всем зазорам и на прихватке зацепил болты. Далее снял замок и хорошенько обварил. Протянул гайки, проверил работоспособность и по той же схеме утеплил и зашил дверцу. Так же тщательно пропенил все места и свободные щели, чтобы все было максимально герметично. Ну и теперь в гараже стало намного теплее. Да и вид изнутри намного приятнее. Сам пеноплекс еще остался. Можно будет кстати пустить его на откосы. Да и вообще как погода потянет в плюс, в идеале конечно покрасить ворота и наварить дополнительную пластину поверх дверки, чтобы скрыть отверстие от старого замка. Но это друзья уже другая история. Поэтому подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Пишите в комментах, как вам такой быстрый способ по утеплению ворот. Поставьте лайк, это помогает продвижению ролика. Ну а вам друзья, спасибо за просмотр. Надеюсь был полезен. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok